Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну я кто о чём, а я опять про Магнитогорск. Очень интересно, тут столько версий уже, мама родная. Кто-то пишет, что в аэропорту за несколько дней уже знали, что Путин прилетит, уже готовились, да. Вот кто-то говорит, что там военную технику, значит, сгоняют уже в Магнитогорск, уже чуть не целые батальоны, да. Ну я попробовал проверить в гугле, что-то не нашёл. Ну товарищ уверяет, он там живёт, да. И я хочу сказать, вот почему власти, собственно говоря, всё это дело скрывают, да. От народа не говорят подробности, да, только нет, не было там дексагена, нет, того нет. Вот, ребят, есть такой старый анекдот, да, может быть не к месту, но послушайте его, как одна девушка забеременела. И вот ей некому сказать-то, что она забеременела, она такая радостная вся и пошла на луг, там корова лежит. Вот, значит, она к корове, корова-корова, я беременная, а та ей, му-у-у, значит, она не ну, а точно беременная, беременная. Вот, к чему я это рассказал? Ребят, вас держат за стадо, вот в чём дело. Неужели вы будете, вот, например, если вы сельский житель, да, у вас курятник, там куры, неужели вы пойдёте им что-то рассказывать, что у вас случилось? Например, вы девушку какую-то полюбили или парня, да, неужели вы будете рассказывать? Вот точно так же к вам относится правительство. За людей вас давно не считают. Могут врать, во-первых, они врут постоянно, вот всё что угодно. Тот же Путин, нет, никогда не будет повышения пенсионного возраста. Бабах, повышение пенсионного возраста. Ещё это можете вы сами примеров привести сколько угодно. Врут постоянно, что бы ни случилось, вот вообще неважно, да. На голубом глазу всё. Вот то же самое Путин сначала говорил, что в Крыму не было никаких войск, это сами люди. А потом буквально, ну, не знаю, несколько месяцев прошло, он уже выступает, говорит, что да, там были войска, да. Это я не придумываю, я вообще ничего не придумываю. Вот, да, мало того, что были войска, они даже готовы были применить. Ядерное оружие тактическое, да, если вдруг украинцы будут, значит, воевать за этот Крым. Но Украина не стала воевать, да нечем там было воевать, они все сдались, да и всё. Вот что, вас не держат за людей. Неужели вы этого не понимаете? А в какой-то стране вот такое может случиться, да. Вы посмотрите, что с Трампом делается, да, он уже визжит и кричит, потому что его за зебры взяли со всех сторон. И журналисты, и, в общем, даже его работники, уже я вам рассказывал, что некоторые признавали, что они боятся ему какие-то документы подкладывать, куда-то прячут подальше, чтобы от него не дождаться какой-нибудь ерунды, да. Вот президент, да, вот. У вас что творится в России, вы неужели не видите? Президент – лицо неприкосновенное. Ну, ругать-то его можно, но в основном ругать можно тем, которые уже далеко живут, вот как я, например, да. Попробуйте-ка вы, допустим, если вы русский, живёте в России, и хоть два слова сказать про Путина. Пускай у вас на канале нулевая посещаемость, но вас всё равно контролируют. Вот. И почему они врут? Ну, они по привычке просто врут, они не считают нужным, чтобы вы что-то знали, понимаете. Просто не считают нужным, но обращаются, я не знаю, как с курами, как с гусями, как ещё что-то. Могут любого посадить, могут любого грохнуть, вот. Вообще без проблем абсолютно. Убийство в России – это уже не то, что из ряда вон, это просто вот обыденная, так сказать, ситуация. Менты вон попали. Сколько случаев было? Да, просто забивают там, и всё. И им ничего за это абсолютно. Защищали, если или напишут, что он сам упал и бился головой, или упал на ножик 10 раз подряд. И всё это сходит, потому что суды куплены абсолютно. Вы что, сами-то не понимаете, где вы живёте? Вот сейчас этот Магнитогорск, он во всей красе показал. И сколько нужно Магнитогорсков? Сколько нужно зимних вишен, когда там целый зал детей просто сожгли к чертям, и всё. И никто за это ответственности... Ну, нашли там кого-то, какого-то стрелочника, да? То же самое, как вот сейчас мост вот этот обвалился при звуках гимна, да? Вот, и тоже нашли стрелочника, вот, директора вот этого парка, да? Ну, взяли его, значит, убрали. А то, кто это строил? Вот в Америке бы докопались. Кто это строил? Почему строили? Сделали бы экспертизу. Из чего? Из какого дерьма, извините, значит, этот мостик был построен? Из каких досок там необстроганных и так далее, понимаете? Вот. И, в общем-то, вопрос вот многие мне задают, а для чего это нужно было, да? Ну, разве можно к ним в голову залезть, для чего это было, если они сами это сделали, вот этот вот теракт? Если это чужой какой-то теракт, если кто-то действительно, какие-то террористы там пробрались, и говорят, что вот откуда-то Средней Азии там квартиру снял, у него дексаген был, да? Вот. Они всё равно вам этого не скажут никогда. Вот. И зачем это сделали тоже? Это совершенно непонятно. Зачем Путин тогда взрывал вот этот сахар рязанский, да? Якобы. Ведь тогда поймали, я чётко помню, поймали мужиков с мешками вот этого дексагена, сказали, что сахар, да? И что, это было что-нибудь? Кого-то посадили за это? Нет, это учение, всё. Вот. С вами обращаются, я говорю, хуже, чем с малыми детьми. С вами обращаются просто как, ну, с быдлом, вот и всё. А вы и есть, и вы и есть быдло. Чтобы такое вот сейчас случилось где-то в Нью-Йорке, вы представляете, что бы было? Это же вообще ураган. Сразу бы начали копать. Ну, во-первых, если бы это случилось в Нью-Йорке, там моментально, неважно, это Рождество, Новый год, сразу бы люди пришли помогать. Сразу же была бы куча добровольцев. Я уверен, что в Магнитогорске тоже добровольцы бы, многие бы пришли и помогали людям просто по-людски, да? Ну, там же всё оцепили, там же это всё нельзя. Всё секретное, в России всё секретное. Засекречено, прежде всего, от самих себя. Вот Гришка подтвердила. Ну, ладно, в общем, не задавайте мне вопросов, зачем это было сделано. Просто вам никто никогда на них не ответит. Вот и я тоже. Ну, я сказал то, что я думаю. Что вас просто не считают за людей и не считают нужно вам что-то сообщать. Вот и всё. До свидания, доктор Влад, с вами.